друзья всем привет канал куплено в китае ну что пришло время дать вторую жизнь шуруповерту makita как я уже обещал здесь стоит аккумулятор который я заказывал с aliexpress никель кадмиевый не родной родные аккумуляторы уже практически все либо потеряли емкость либо там по умирали банки я уже снимал видео по раскачке по частичной замене по восстановлению этих аккумуляторов но все равно все это со временем опять перестает работать поэтому принято решение перевести на литий-ион окончательно в принципе шуруповерт неплохой как разбирается этот аккумулятор я в одном из видео показывал он принципе не разборной то есть здесь пластик заклеенный и для того чтобы разобрать нужно достаточно сильно бить по корпусу чтобы пластик просто расклеился либо отвертку вставлять и бить здесь у меня уже все разобрано я просто сейчас вот таким образом вытащу и покажу вот они две вот эти вот юбки так сказать вот эти части по которым все это проклеено видно вот остатки пластика красного и вот вы имейте ввиду когда будете разбирать вот в этих местах она все проклеена дальше мы просто берем и выдавливаем старый аккумулятор ну и как он выглядит в принципе почти что все из вас представляют нам уже эти банки не понадобятся также нам понадобится три аккумулятора каким образом подбирается количество банок аккумуляторов для определенного напряжения шуруповерта я сейчас вам вкратце расскажу аккумуляторы желательно использовать высокотоковые есть различные аккумуляторы и в прошлом видео если вы помните я использовал шоколадки но они были не оригинальные и достаточно слабенькие ну для того шуруповерта который я переводил в принципе они достаточно здесь же шуруповерт помощнее и я запланировал для него хорошие аккумуляторы и к сожалению заказал sony vtc6 с aliexpress не в одном из прошлых видео я их протестировал и доказал что это подделки но принципе токи до 20 ампер они способны выдерживать приличной просадки ну получается так что у нас просадка при 15 20 амперах будет до 3 2 вольта каждой банке и как раз таки те самые 9 и 6 вольт а у нас при просадке мы будем иметь во время работы шуруповертом поэтому в принципе эти аккумуляторы должны как раз неплохо встать именно на эту модель шуруповерта я же рекомендую все таки покупать оригиналы они конечно подороже раза полтора чем вот эти вот подделки и ссылочку я на них конечно оставлю на гербесте они продаются но они к сожалению без припаянных вот этих без приваренных пластин то есть тяжелее будет либо паяться либо на точную сварку сажать здесь же у меня уже в принципе все готово для того чтобы можно было подпаяться и также нам очень понадобится вот такая вот плата защиты она же плата зарядки и разрядки и она же плата балансировки здесь есть вот такая балансировочная схема по которой как раз осуществляется выравнивание уровня напряжения между банками что продлит их срок службы потому что в принципе банки не протестированные банки имеют разброс по внутренним сопротивлению и желательно при установке использовать пакет банок одинаково близких по внутреннему сопротивлению тогда они заряжаться и разряжаться будут приблизительно с одинаковой скоростью и приблизительно поодинаково по уровню. Теперь давайте посмотрим, как нам все это сюда уместить. Поместить все надо будет именно вот в эту вот часть. То есть это у нас вставляется сюда, и помещать надо будет именно сюда. Если мы пробуем вставить эти банки, то в принципе они впритык проходят. Но, к сожалению, вот эти вот выступы, они мешают со всех сторон. Плотно оно, конечно, встает, но сюда больше одной банки уже не влезет. Нам необходимо срезать со всех сторон вот эти вот выступы внутренние. Со старого аккумулятора нам понадобятся вот эти площадки. И целиком, наверное, вот эту вот пластиковую часть мы заберем. Перед этим необходимо отпаять три вывода. Раз, два, и вот этот вот третий. То есть провода термодатчика и минусовой провод. После разборки аккумулятора у нас получается приблизительно вот такая вот конструкция. Здесь остатки я не смог отодрать. В общем-то, они нам особо не нужны, потому что они были достаточно хорошо приварены точечной сваркой. И посмотрите, что я сделал. То есть у нас есть вот эти два контакта. Они, в принципе, съемные. Я здесь вот эту сторону обкусил как раз-таки, которая шла у нас на аккумуляторы. На отводовую сюда к центру. И мы можем без проблем подпаяться. Вот сюда вот и вот сюда. Здесь уже было подпаяно. Поэтому вот эти вот контакты боковые мы их, в принципе, также можем убрать. Потому что они у нас от термодатчика. И использовать у нас они не будут. Потому что они для штатной зарядки. Вот, посмотрите, я вставил на штатное место. Это каркас с контактами. И, в общем-то, нам как раз-таки ничего больше выдумывать не нужно. Нам единственное, что нужно его зафиксировать каким-то образом, там, клеем. И подпаяться вот к этим вот двум контактам. Друзья, самое сложное было это скомпоновать. В этом корпусе все элементы. То есть в данный момент это аккумуляторы и плата. И вот лучше, чем вот так, вот я не придумал. А почему я сделал именно так, вы узнаете чуть позже. Плата защиты немножко выступает. Но это не мешает закрывать крышку. И, в общем-то, корпус полностью собирается. Для наглядности я аккумуляторы пронумеровал. Теперь смотрим на подключение к плате. 0 вольт подключается минус первого аккумулятора. 4,2 вольта подключается отвод от соединения плюса первого и минуса второго аккумулятора. 8,4 вольта подключается отвод от плюса второго и минуса третьего. И 12,6 подключается плюс третьего аккумулятора. Вот сюда же мы подпаяем провода, которые пойдут вот на эти клеммы. И также еще на разъем зарядки, о котором мы поговорим чуть позже. Перед манипуляциями с аккумуляторами каждый из аккумуляторов индивидуально необходимо полностью зарядить до 4,2 вольт. Потому что сама плата балансировки, она не способна выровнять напряжение, если оно достаточно сильно разнится. После зарядки проверяем уровень напряжения на каждой банке. 4,24, 4,22, 4,23. То есть все в порядке. Разница в 1,1 или даже может быть 2,1. Вот эта плата, она способна исправить разницу по напряжению больше. Лучше выровнять вручную. Дальше берем первый и второй аккумулятор. Ставим вот на эту подставку плюс первого аккумулятора и минус второго. И мы должны это все дело спаять. Но перед этим необходимо выровнять. То есть вы сначала ставите, выравниваете, лепестки загибаете как надо. И потом их вместе спаиваете. Будьте осторожны вот с этими выводами. Минус и плюс. И их ни в коем случае нельзя замыкать. Вообще работать с литийными банками достаточно опасно. И требует очень высокого уровня концентрации внимания. Ну, примерно вот так вот это получилось. Сюда же я припаял отвод. Вот, кстати, к вопросу, что происходит при замыкании контактов. Буквально доли секунды и частично пластины обгорели. Это я не уследил за смыканием этих пластин. Так что будьте очень осторожны. Во время работы с аккумуляторами я бы порекомендовал заклеить контакты, чтобы они, не дай бог, не соприкоснулись. Теперь берем два куска толстого многожильного провода. Можно, конечно, одножильного, но многожильный просто гнется лучше. Это провод диаметром 4 квадрата. В принципе, этого должно бы хватить. И припаиваем эти два куска вот к этим вот выводам, к плюсу и к минусу. Пометьте, кстати, где плюс, а где минус. Вот так вот это выглядит у меня. У вас это, может быть, выглядит немножко по-другому. В общем, друзья, я аккуратненько все это дело установлю сюда, размещу. Все просто на видео очень тяжело будет заснять. И потом вам покажу результат, что у меня из этого получилось. Тут достаточно плотно все, поэтому нужно все делать очень осторожно и внимательно. Вот примерно вот так вот это сейчас выглядит до того, как я все вовнутрь убрал. Я подпаял концы уже полностью все. Вот красные вот эти вот тоненькие. Это у нас идет 4,2 и 8,4 вольта. Здесь у нас 12,6, то есть это последний плюс от третьей банки. Здесь внизу у нас минус от первой банки. И подпаял еще концы плюс-минус. Кстати, в данный момент у нас резисторы работают. То есть они, вот эта схема теплая. Не пугайтесь, если вот эта часть будет греться. То есть это идет выравнивание потенциалов, то есть балансировочка. И когда я все это собрал, у меня на выходе было всего лишь 7 вольт. Я сначала удивился, подключил к шуруповертам, ничего не работает. После того, как мы сейчас соберем, необходимо сюда подать питание. 12,6 вольта, то есть то самое, которое вы будете подавать для зарядки. И после этого у нас схема запустится. И здесь на выходах, то есть вот здесь на клеммах уже будет 12,2 вольта. После сборки все это выглядит примерно вот так. Конечно, немножко банка сама и плата торчит. Но, в общем-то, это не мешает закрываться крышке. Желательно максимально изолировать все, что возможно. Все открытые концы, изоленты или термоклеи максимально изолировать. И теперь остался последний штрих. Это сделать зарядку. Старое зарядное устройство точно уже нам не подходит. Можете его свободно куда-нибудь утилизировать, выкинуть. И для того, чтобы заряжать эту плату, проще всего будет использовать уже готовое зарядное устройство. То есть в отличие от того, как мы делали в прошлый раз, мы сделали плату, какой-то блок питания. Сейчас уже китайцы выпускают готовые блоки питания для зарядки литиевых сборок. Например, это зарядка для трех банок напряжением 12,6 и током 2 ампера. Здесь у нас есть лампочка, светодиодик, красный и зеленый. В зависимости от статуса зарядки. То есть удобно смотреть, когда аккумулятор будет заряжен. И для того, чтобы все это соединялось, у нас есть вот такой вот разъем под 5,5. Он будет у нас врезаться в корпус и сбоку корпуса у нас будет просто вот этот разъемчик торчать. Я определил место для него, это с торца вот этой коробки. Меряем диаметр разъема, он чуть меньше 11 миллиметров. Делаем отметку для сверления и сверлим пока что еще старым аккумулятором. После того, как мы встроили сюда разъем, нам необходимо сделать прорезь. Потому что этот разъем будет как раз вот сюда вот входить. И максимально обезопасить вот эти вот контакты. Здесь я заизолировал изолентой, а вот эти контакты я залью термоклеем. Но прежде необходимо подпаяться вот к этим двум контактам, к плюсу и к минусу. Как раз таки вот этим вот разъемчиком. Вот так вот примерно я припаялся. В термоусадку посадил разъемчик. Центральная жила кстати это плюсовая. А наружка это минус. И теперь я буду все это дело собирать. Вот так вот примерно все это выглядит. Кстати друзья, помимо того что на этих контактах наверху у нас 12 вольт. Так еще и на этом разъеме получается. Те же самые 12 вольт. Вот смотрите, подключаю к нагрузке 12,5 вольт. Просаживается при 11 амперах до 10 вольт. В принципе, как вы знаете, шуруповерт мой до 9,6 вольта. То есть в принципе при нагрузке у него будет номинальное напряжение при полностью заряженных литий-ионных банках. Кстати, единственное что мне нравится в таком расположении, это то что здесь у нас контакты открыты. Я к сожалению закрытого разъема такого не нашел. Но с другой стороны в самой плате у нас есть защита от короткого замыкания. И она отрабатывает достаточно быстро. При этом она сама восстанавливается. Друзья, есть еще один плюс. Вот такого аккумулятора. От него можно запитать, например, светодиодную ленту. Которая питается от 12 вольт. И ток не превышает, например, там, ну ампер 5. Да даже больше. Этот аккумулятор потянет. Но единственное, что это будет ненадолго. Как-то так. И теперь пару слов о зарядке. Есть вот такие вот блоки на 1 ампер, на 2 ампера. И бывает даже на 3 ампера. Но, в принципе, я подумал, что мне 2 ампер будет достаточно. Это заряд вот этого аккумулятора. Полностью разряженного. Ну, примерно часа за 2. В принципе, достаточно неплохо. Также бывают такие же зарядки. На напряжение 16,8 вольт. То есть на 4 банки и более. Если мы просто вставляем в розетку, то загорает зеленый индикатор. И при подключении зарядки у нас будет гореть красным. То есть будет идти ток заряда, ограниченный 2 амперами. И теперь давайте все-таки вставим этот аккумулятор в шуруповерт. И попробуем поработать. Стоит на сверлении. Давайте попробуем трещотку. Да. Мощь прямо чувствуется, ребята. И теперь давайте родной аккумулятор. Слышно, что он даже тише работает, потому что напряжение немного пониже. То есть вот этот аккумулятор прямо реально мощный. И смотрите, у нас здесь емкость, пускай будет даже 2500 мАч. Здесь у нас было по заявлению производителя 2000 мАч. А стандартный, оригинальный был 1300 мАч. То есть это реально в два раза больше. Сравним вес этих двух аккумуляторов. Использовать будем без мен электронный. И так как не за что зацепить, буду класть это все в файлик. Давайте сначала взвесим оригинальный аккумулятор. Показал 420 грамм. Если быть по-настоящему справедливым, это не оригинальный аккумулятор. Это аккумулятор Floreon, который я покупал. А вот второй вот аккумулятор. Вот это оригинальный, который шел с Makita. Давайте его тоже взвесим. 440 грамм. И теперь взвесим наш переделанный литий-ионный аккумулятор. 280 грамм. То есть в принципе в полтора раза легче. Друзья, давайте немножко математики. Посчитаем, сколько обошлась у меня переделка этого шуруповерта. Два разъема мне обошлись в 117 рублей. Но они достаточно дорогие разъемы. Я оставлю ссылочку на более дешевые аналоги. Они есть и по 50 рублей. Блок питания мне обошелся в 420 рублей. Это 2-амперный блок питания. Есть 1-амперный. Ссылочку также оставлю под видео. Он более дешевый. Но 2-амперный поинтереснее. Есть и 3-амперный. Я тоже на него ссылочку оставлю. Но больше чем 3-ампера я не рекомендую использовать с неизвестно какими аккумуляторами. 3 аккумулятора из видео про фейковые аккумуляторы Sony VTC6 мне обошлись в 725 рублей. Если брать оригинал, то это будет раза в полтора дороже. Но для этого шуруповерта мне и вот этих подделок достаточно. Тем более это даже плюс. Потому что они просаживаются сильнее. И напряжение становится приблизительно как напряжение этого аккумулятора. И сжечь мотор здесь вряд ли получится. И плата защиты и зарядки. Мне обошлась в 150 рублей балансировочный вариант. Я советую брать именно ее. Она 40-амперная. И плюс есть балансировка. Вот такой же аккумулятор. Стоит новый. Приблизительно около 1200. Может быть также 1500. А вот эта переделка мне обошлась в 1400. То есть в принципе однотипно. При этом в сухом остатке мы имеем более легкий аккумулятор. Ампер часов там больше. И также мы имеем блок питания достаточно универсальный. То есть вы один раз купили такой блок питания. И все аккумуляторы которые вы будете переделывать на 3 банки. Вы будете заряжать только вот таким одним блоком питания. Никаких других трат вам больше при этом не понадобится. В общем друзья. Я для себя потестировал этот шуруповерт. И сделал вывод что он на этом аккумуляторе работает ничем не хуже чем на штатном. Крутит даже немного побыстрее. Но крутящий момент я не думаю что увеличился сильно. Тем более здесь отрабатывает защита от перегрузки и от падения напряжения. Здесь же никакой защиты нет. То есть он будет упираться до последнего. Если заклинит патрон. То просто пойдет дым и сгорит движок. Но саморезы например диаметром 6 мм. Он заворачивает достаточно уверенно. Единственный конечно минус такой переделки. Это то что конкретно в моем случае пришлось немного постараться. Потому что места здесь достаточно мало. И к сожалению уложить все три банки в ряд у меня не получилось. Это самая удобная компоновка с такой платой. Если же есть например вот такие вот аккумуляторы. То здесь вообще проблем никаких нет. Тут место просто вагон. Я в будущем планирую переделывать другие аккумуляторы. И другие шуруповерты под литий-ион. И возможно буду переводить еще другую технику на литий-ион. Об этом я вам буду рассказывать в дальнейших видео. Поэтому если вам интересна эта тема. То конечно подписывайтесь на канал. И следите за выходом новых видео. Это же на мой взгляд на данный момент самый интересный вариант переделки. Без переделки блока питания. А с использованием уже готового блока питания. Недорогого кстати. И платы защиты здесь в принципе достаточно хорошего качества. Уже с балансировкой. То есть самый правильный вариант на мой взгляд. А на сегодня все. Желаю вам полезных интернет покупок. Удачных переделок. И пока-пока.